Пляжный сезон в разгаре. Можно ли отдыхать на морском побережье Дагестана и чем это грозит? Об этом вы узнаете в материале нашего корреспондента. В Дагестане идет борьба с нашествием азиатской саранчи. Скоро в кинотеатрах Махачкалы выходит к показу полнометражный дагестанский трилиф. Дагестан всегда относился к курортным регионам. Туристов не раз призывали рассмотреть побережье Дагестана как один из вариантов пляжного отдыха. 500 километров береговой линии, прекрасный золотой песок, хорошая морская акватория. Однако надзорные органы республики бьют тревогу и заявляют, что пляжи находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а морской песок кишит паразитами. Что происходит на самом деле на территории Приморской зоны, разбирался наш корреспондент Зумруд Гамидова. Люди посещают пляж сотнями, ни на какие призывы и предупреждения не оглядываются. С утра до поздней ночи пляж битком забит людьми. Махачкала вошла в первую тройку недорогих курортов России для летнего отдыха. По данным Турстата, стоимость проживания вдвоем на недорогих курортах Махачкалы летом составляет до 2000 рублей в сутки. Туристы приезжают на отдых в среднем на две недели. По традиции, любимым местом отдыха махачкалинцев и гостей столицы в жаркие дни становится городской пляж. Делаем все условия, чтобы можно было, как говорится, подготовить пляж для отдыхающих, для гостей, для жителей Махачкалы, чтобы они могли прийти сюда, если даже не искупаться, но принять солнечные ванны. На сегодняшний день мы подготовили игровую зону для детей. Известно, что люди боятся приезжать в Дагестан из-за терактов и спецопераций. Сейчас терактов стало меньше, и этот стереотип развеялся. А приезжих из разных уголков России не убавляется. Вот беседу, когда вчера проводил с гостями, как они сказали, мы думали, здесь страшно, там взрывы, все это. Это уже нету этого. И можно сказать, что больше понравилось им здесь, чем где-либо отдыха на северокавказских курортах. Однако в управлении Роспотребнадзора республики бьют тревогу. И не первый год заявляют, что купание на пляжах Махачкалы категорически запрещено. В пробах воды из Каспийского моря, взятых в районе Махачкалы, обнаружен холерный вибрион, который является причиной острых кишечных инфекций. Санитарные врачи полагают, что причиной появления бактерий стали неочищенные источные воды, поступающие в море. Такое состояние приморской зоны обусловлено низкой культурой населения и отсутствием финансирования природоохранных объектов. Основными источниками загрязнения воды являются канализационные сбросы в черте города Махачкалы. По становлению главного государственного санитарного врача по республике Дагестан введено ограничение купания на городских пляжах. У каждого человека милиционера не поставишь, люди все равно будут купаться, но своим решением мы предупреждаем населению о том, что есть вероятность заболеваний острым кишечным инфекциям. Но людей это не пугает. Что касается пляжа Березка, здесь отдыхающих не меньше. Дети плещутся в воде на специально огороженной территории, взрослые загорают и купаются. Песок тут выглядит чище, а мусорные контейнеры пустые. По словам персонала пляжа, уборка здесь проводится два раза в день. Тем не менее, добрая половина отдыхающих вообще не придает мусору никакого значения. Он даже служит удобным поводом, чтобы не убирать за собой, якобы там и до них было грязно. Мы стараемся все условия создать для наших отдыхающих. Все раздевалки, ногомойки, душевые, все работают, медпункт, врач постоянно дежурит, спасатели. Уборщица убирает технички практически целыми днями пляж. Единственная просьба была бы, наверное, нашим посетителям пляжа. Но можно немножко хотя бы за собой убирать. Везде урны, но не там, где убирают чисто, а там, где не ссорят. Если даже делаешь нашим молодым людям, девушкам замечание, ответ только получаешь хамство. В своей почти 80, Лидия Михайловна полна сил и энергии. Это, по ее словам, во многом благодаря Каспийскому морю. Хорошо все. Люди хорошие здесь, очень хорошие люди. А пляж, состояние пляжа? Пляж нормальный, нормальный. Дети приехали с Москвы, внуки. Они живут в Москве и приехали на лето. Каждый год приезжают. Купальный сезон в самом разгаре. И ничто не остановит изнывающую от жары толпу. Ни бесконечные запреты на купание, ни плата за въезд, ни условия отдыха. Ну а что касается грязной воды и мусора на песке, они уже давно стали неотъемлемой частью нашего отдыха. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Саранча, как вредитель, уничтожающий растения и посевы, не раз посещала Дагестан в летний период, угрожая сельскому хозяйству республики. Поедая все на своем пути, а именно полевые, лесные, бахчевые, овощные и ягодные культуры, эмигрируя на расстоянии до 300 километров, сейчас она добралась до нас. По данным Минсельхоза, на сегодняшний день ею поражено более 112 тысяч гектаров. На борьбу брошены три самолета и один с единиц техники. Уже обработано 89 тысяч гектаров земельных угодий в Бабаюртовском, Кизлярском, Тарумовском, Гунипском и других районах Дагестана. С короткими новостями вас сегодня познакомит Гамзат Нурмагомедов. Четыре жительницы Чечни утонули в Каспийском море. Девочки пяти и девяти лет, и их матери утонули в море близ города Избербаш. Женщины пытались спасти своих детей и тоже утонули. Тела взрослых обнаружены, поиски детей продолжаются. МЧС Дагестана объявило экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью. В период с 19 по 21 июля в низменных районах Дагестана прогнозируется пожароопасность пятого класса. В связи с этим МЧС просит дагестанцев не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков. Дагестан представил серийный образец сверхлегкого самолета на МАКС-2017. Свою продукцию на нем представили более 650 российских и зарубежных компаний. Дагестанский завод на авиасалоне представил нового четырехместного сверхлегкого самолета МАЯ-411. Махачкалинцы будут платить за услуги ЖКХ одной квитанции. Обновленная квитанция стала более объемной и, прежде всего, информативной. Квитанция будет нести информацию о платильщике, реквизиты получателя платежа, расчеты размера платы за коммунальные услуги. В первую очередь в документ будут включены услуги по электроснабжению, газоснабжению, вызову ТБО и взносам за капремонт. Обновленную платежку махачкалинцы получат уже в августе. Первый дагестанский триллер сняли в столице республики. Молодые кинематографисты попробовали показать реалии сегодняшнего Дагестана. Если раньше они ограничивались короткометражками, то теперь уже решили перейти на новый уровень, снять собственный полнометражный фильм. Начинается действие с пропажи одного из главных героев. Связано это с неопубликованным громким журналистским материалом, которое пропадает так же, как и сам герой. Со съемочной группой встретилась Ума Ибрагимова. Один, бросай. Красава. Если есть, стопаемся. Ломая принадлежности, выбрасывая кипы бумаг, главный герой фильма Тимур пытается вспомнить образы людей. Тех, кто замешан в громком деле. Убийстве журналиста. Главного редактора газеты. Все отвернутся от тебя. Ты к этому готов? Тимур падает с крыши, а после госпитализации теряет память. Теперь его цель понять, из-за чего убили его коллегу и о чем был роковой журналистский материал, за который другу пришлось расплотиться с жизнью, а ему памятью. Съемки фильма уже завершились. Осталась звукозапись и монтаж. В этом кабинете находятся все участники фильма. Готов ли режиссер к показу? Давайте узнаем. Ислам Ханипаев выполняет в фильме три функции. Режиссера, сценалиста, монтажера. Занимается созданием фильмов не первый год. Но эта работа для него особенная, ведь снять полнометражный фильм он пробует впервые. Причем на острую и весьма щепетильную тему. Журналистская деятельность – это, как правило, проблемная зона в Дагестане. Хороший журналист всегда в поисках правды, в поисках истины. И поэтому, конечно, мы решили, что самой лучшей возможностью показать Дагестан будет возможность показать его через работу журналиста, через работу объективного журналиста, принципиального журналиста. Съемочный процесс протекал легко, рассказывает Ислам. Кроме сцены на поле, трудность возникла с тем, что снег начал таять. Оператору пришлось снять все с первого дубля. Эта сцена снята с камеры в течение, наверное, четырех минут без монтажных склеек. Очень существенная часть фильма вообще ни на секунду не монтировалась. Мы просто взяли камеру, включили и принципиально я требовал от оператора, в нашем случае от Хизри, чтобы он ни разу, ни на секунду не нажимал на стоп, не нажимал на паузу. Хизри Махмудов был не только оператором. В ходе всего фильма он периодически играл друга главного героя. Играть, признается, Хизри не так сложно, как подчищать многие кадры. То есть, корректировать неудачные цвета. И что самое сложное – убирать отражение в зеркале. Были моменты, где нужно было замазать, где мы появляемся в отражениях очень часто. Там очень много зеркал, окон, и мы постоянно появляемся в отражениях. И вот была вот эта большая головная проблема – это все спрятано. Поэтому я, можно даже сказать, занимался большей частью именно клинапом, чисткой. Все, спецэффектами я не так много занимался даже, как чисткой. Студентка Института кинематографии Зарина Пашнина предложение сняться в фильме в роли жены главного героя приняла сразу. Но едва ли девушка ожидала, что во всем фильме будет только ее голос. Героиня фигурирует лишь как лицо, с которым Тимур периодически говорит по телефону. Ты должна передать все эмоции, все свои чувства и именно своим голосом, чтобы зритель тебя понял, не видя тебя на экране. Мне кажется, оно будет сложнее, нежели зрителю видеть визуальную картинку. Для Зарины и практически для всех актеров до сих пор остаются секретом, чем же закончится фильм. Режиссер не раскрывает всех карт до первого показа. Искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и напоследок, как всегда, курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 24 копейки, евро 68 рублей 27 копеек. Оставайтесь с нами, также смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова